А перед началом видео хочу посоветовать вам сервер Rust Not Freezes. На нем вас ждет удвоенный рейд, инстакрафт, большие стаки, ремув и многое другое. А самое главное, сервер может похвастаться безупречной работой. На нем вообще нету доната и нету дополнительных вайпов, только от разработчиков игры. Все ссылочки на проект в описании. Всем привет, с вами как всегда Фил и вы смотрите Девблок 138. И сегодня можно сказать большое обновление, так как все потерпело большой вайп и на нашу стабильную ветку добавлены пещеры. Ну а первое, о чем нам рассказывают более подробно это М92. Его добавили в игру. Основными его особенностями является то, что урона он наносит на 15% больше, чем полуавтоматический пистолет. И в него можно запихать на 50% больше боеприпасов. Найти его можно будет в обломках вертолета. Второе изменение тоже касается оружия. Как я понял, его теперь нельзя будет скрафтить, можно будет только найти. МП5 пропадет только на следующей неделе. Разработчики ждут нашей реакции на эту ситуацию, чтобы узнать хорошо они сделали или нет. Возможно дадут оружию больше прочности или еще что-нибудь. Третье, ремонт сломанных инструментов. То, о чем говорилось в прошлом Девблоге не было исправлено. Кто забыл, напомню. Разработчики хотели убрать все компоненты при ремонте предмета, но пока что им этого не удалось. Обещают сделать за следующую неделю. Пока что получилась только тройная стоимость с лезвиями. Четвертое изменение копья. Ему увеличили радиус атаки, что гораздо облегчает его использование как оружие. Тем более урон теперь увеличился на целых 20%. Но это только в ближнем бою. Если вы бросаете копье, урон будет на 20% меньше, чем раньше. Это не окончательная итерация и возможно все вернут назад. Но пока что так. Пятое, изменение лута. В таблицах лута наконец-то уменьшили шанс выпадения всякого мусора. Теперь нам не будут постоянно валиться швейные наборы и прочая ненужная вещь. Вместо этого повысили шанс на выпадение труб, металловысокого качества, частей револьвера и это очень радует. Надеюсь нормально повысили, а не на 1%. Шестое, строительство. Здесь изменения коснулись стоимости блоков. Некоторые предметы, как говорят разработчики, были слишком дорогие, поэтому их сделали дешевле. Думаю это очень понравится тем, кто любит поиграть на классике, так как цены упали аж в 4 раза. Вот списочек измененных блоков. Сетчатый пол, тюремные ворота, тюремные стены, сетчатые стены и ворота, витрина, металлические пилары, металлические деревянные оконные решетки и решетки из листов железа. Седьмое, кодовый замок. Вот это изменение мне очень нравится, теперь когда вы впервой вводите код замка, он не будет сразу же открываться. Вы просто в нем авторизуетесь и сможете без проблем пользоваться дверью. Если конечно вам очень надо, вы как обычно можете открыть дверь зажав кнопку на замке. Ну тут вы лучше меня знаете что и как, рассказывать подробно не буду. Восьмое, тросы. Теперь на создание лестницы их требуется всего лишь 3 вместо 5 как было раньше. Девятое, долгожданные пещеры. Мы их наконец таки дождались и вот их ввели. Сразу же нас предупреждают, что там может быть куча багов и косяков и некоторые уже исправлены. Также отрицательно сказалось это введение на загрузки игры. Ну в общем этого и следовало ожидать. Как всегда ждем оптимизации. Десятое, увеличение размера мира. Раньше стандартная карта имела размер 3000 на 3000. Теперь же имеет 3500 на 3500. Так что теперь для ваших построек будет гораздо больше места. Надеюсь все идет к тому, чтобы растянуть карту еще больше и добавить какой-нибудь транспорт. Кстати, мне кажется, вот это увеличение сыграло на время загрузки еще большую роль, чем пещеры. Чую, там вообще все грустно стало. Одиннадцатое, новый чит. Тут разработчики рассказывают, что появилась какая-то новая хак-программа, которая позволяет очень быстро швырять метательное оружие. Но к счастью, они уже нашли решение и больше она не работает. Двенадцатое, работа над арт картинками промышленного реквизита. Как вы видите на скриншотах, идет работа над портом. Тринадцатое, подъемник. Не знаю почему, но когда я его вижу, мне хочется, чтобы я мог сносить на нем постройки бомжей. Если у вас есть такое же желание, поставьте лайк под видео, посмотрим сколько нас таких рейдеров. Ну а вообще, идет обычная работа над его текстурированием. Четырнадцатое, заряд взрывчатого вещества. На этой неделе закончилась работа над анимацией заряда и его внешней моделью. Это вы можете видеть на видео и приведенном скриншоте. Пятнадцатое, одежда. Здесь, как вы помните из предыдущего дефблога, идет речь о одежде именно в мире. Как она отображается на земле, а не на человеке. Результат проделанной работы вы можете оценить в видео на вашем экране. Шестнадцатое, звуковые изменения. Закончилась работа над звуками М92. Сейчас работают над звуками, касающимися новой бутылки воды. И на этом все. Вот такой вот небольшой дефблог сегодня получился. Надеюсь он вам понравился. Если не сложно, поставьте лайк под видео и подпишитесь на канал, если не подписаны. Желаю всем большой удачи, ну и конечно же с первым днем зимы. Смотрите, не обмерзните у меня. Всем тепла, пока-пока.